И продолжим выпуск истории о доме-невидимке. Мать и больной сын прописаны в здании, которого нет. Такой же личный скандал разгорается в Копейске. Семья Шапкиных оказалась практически на улице. Дом, где они были зарегистрированы, исчез, а на его месте вырос двухэтажный коттедж. В коммунальных метаморфозах разбиралась Светлана Свечкарева. Алексею Шапкину 24, но по развитию только 10. Мастерит из вишневых косточек вазы для мамы. Та в ответ балует, как может. Вот показывает печенье, покрытое скользкой пленкой, колбасу и сметану, просроченные на 10 дней. Продукты Елена Шапкина вынуждена покупать на рынке, где торгуют не свежей едой, так дешевле. Ведь большую часть денег женщина отдает за съемный дом. Я хоть без матери росла. Интернаты, училища там, это... Да, раньше маленько по-другому нас учили. Жестче мы были. А им отдаешь то, что я не видела. Ну и даже этого не хватает. За аренду частного дома в промзоне Челябинска мать с больным сыном платит 9 тысяч рублей в месяц при зарплате в 15. Чтобы согреться, приходится топить старую печь. Нет ни канализации, ни водопровода. Бездомными Шапкины стали из-за того, что прописаны в несуществующем доме. Есть кто? Мать и сын стучат в высокие ворота и пытаются заглянуть через забор. Рассказывают, когда-то на этом участке стоял дом, где они были прописаны. На несколько лет Шапкины были вынуждены уехать в соседнюю Курганскую область на заработки. Уверяют, когда вернулись дома, не обнаружили на его месте вырос вот этот двухэтажный коттедж. В память о былом жилье осталась только старая домовая книга, согласно которой Елена и Алексей до сих пор прописаны по этому адресу. Но и у нового владельца все документы в порядке. Показывает зеленку и свою домовую книгу. В ней о Шапкиных ни слова. Кто был прописан, все выписано, остались двумя. В администрации Копеевска, на чьей территории когда-то и находился дом, где жили Шапкины, о матери и сыне никогда не слышали. Ровно как и о загадочном исчезновении целого здания. Мы запросили всю необходимую информацию у наших служб. То есть семья Шапкиных на учете, на предоставление жилья не состоит. В отдел жилищной политики они не обращались. То есть мы запросили всю необходимую информацию. То есть в отдел по работе с обращениями граждан данная семья тоже к нам не обращалась. Данную ситуацию возьмем на контроль. Впрочем, дожидаться проверок администрации Шапкины не стали. Отправляются в прокуратуру и пишут заявление с требованием разобраться. В прокуратуру города поступило обращение Шапкины по вопросу соблюдения жилищного законодательства. Указанное заявление в прокуратуре принято и зарегистрировано. В течение 30 дней надзорным ведомством будет проведена проверка. Сразу после того, как станут известны результаты прокурорской проверки, жители уже не существующего дома намерены обратиться в суд. Светлова Свечкарева, Артем Большаков, ОТВ.